Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Сухой остаток» на Финам.ФМ Мы продолжаем наш бизнес-канал, начало, которое положил мой коллега Александр Кошапов, он уже проанонсировал тему сегодняшнего эфира Животрепещущую тему, в буквальном смысле слова, я хотел бы это подчеркнуть, всем это интересно, всем это важно И нам с вами это также важно, также интересно, важно это и моим гостям, и руководителям нашей экономики, да, и простому россиянину Значит, мы сегодня говорим о том, что происходит на валютном рынке, рубль дешевеет, хорошо это или плохо Ну, прежде всего, для экономики Российской Федерации и, в конечном итоге, для нас с вами, как потребителей Представляю гостей сегодня в студии «Сухого остатка» Олег Буклемешев, доцент экономического факультета Московского государственного университета Кандидат экономических наук, Олег, день добрый Здравствуйте И в студии Михаил Брюханов, заместитель председателя гильдии банков, страховщиков и управляющих инвестиционными рисками Московской торгово-промышленной палаты, партнер консалтинговой группы «Информаудитсервис» Михаил, добрый день Добрый день Уважаемые слушатели, традиционно у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру Я напомню для вас, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6 Код города 495, сайт компании финам.фм Звоните, пишите, задавайте вопросы, собственно, комментируйте происходящее событие Но традиционно я первый вопрос адресую вам, уважаемые слушатели На ваш взгляд, хорошо это или плохо, слабеющий руль, хорошо это плохо, для кого хорошо, для кого плохо Ну и на самом деле интересно, почувствовали ли вы уже на собственном кармане это движение Ну и начиная разговор, я просто, что называется, кратко картину маслом Действительно, сегодня уже на валютной бирже Рубль преодолел, пока не закрылся еще, да Но, тем не менее, торговался сегодня выше 34 за доллар 34 рубля за доллар В общем, максимум был 34.17 Вот, ну и, коль так пойдет дальше, собственно, мы можем продолжить Можем видеть продолжение ослабления рубля И еще один важный момент Вчера, по-моему, да, наш президент встречался со студентами И на вопрос одного из студентов, что же происходит с рублем Значит, произнес такую занятную фразу Чем более свободным будет российский рубль, говорит президент, тем, в конечном итоге, лучше Потому что это заставит саму экономику более эффективно и своевременно реагировать на происходящий в ней процесс Ну и вот отсюда давайте начнем Олег, к вам первый вопрос Что такое более свободно? Более свободным будет рубль? Ну вот я цитирую опять Владимир Владимирович Более свободно это означает, что Курс рубля, как и курс многих других валют Валюту самым развитых стран Как запланировано со следующего года целиком и полностью Будет определять рыночный баланс между спросом и предложением Обменный курс валют это вообще штука такая Интересная, сложная, складывающаяся в результате многих процессов Многофакторный идет Процесс это спрос на активы страны, спрос на ее товары И наоборот, насколько эта страна зависит от ввоза товаров, насколько она вывозит капитал И в общем и целом получается тот результат, который получается Есть вот тот самый свободный обменный курс валюты Если центральный банк этой страны не вмешивается активным образом И не продает или не покупает валюту для того, чтобы на этот курс как-то влиять Вот наш центральный банк до недавнего времени действовал в этом плане весьма активно И можно посмотреть статистику за прошлый год Я готовясь к передаче посмотрел Как минимум 20 миллиардов долларов было продано Я имею ввиду только доллары Есть по евро отдельно, я взял только по долларам Порядка 20, даже больше 20 миллиардов долларов С мая по декабрь было продано центральным банком Для поддержки курса рубля Чтобы он не слабил Чтобы он не слабил быстрее, чем он слабил на самом деле В этом году уже предприняты целый ряд технических мер Центральным банком для того, чтобы продолжать двигаться в этом направлении В сторону большей свободы рубля И рубль к концу этого года по замыслу должен стать действительно валютой окончательно освобожденной То есть что на рынке происходит Центробанк будет вмешиваться только Чтобы не было уж слишком больших колебаний Можно предположить, что 20 миллиардов как минимум в этом году не будут Я думаю, что 20 миллиардов не будет потрачено Если, конечно, мы опять не поменяем точку зрения свою на происходящее вокруг процесса Потому что, как вы правильно говорите, люди нервничают Люди нервничают, да, это всегда очень важно Потому что не все люди понимают экономическую подоплеку происходящих процессов Мы в какой-то степени с вами занимаемся именно этим Некой финансовой грамотностью Михаил, на ваш взгляд, собственно, все, что происходит сейчас с российским рублем Это позитивно для российской экономики? Ну, давайте с этого начнем Ну, повод нервничать на самом деле есть довольно большой Потому что, к сожалению, Россия как страна экономически на сегодняшний день не самодостаточна Был Советский Союз, который был самодостаточной страной Есть примеры США Я когда в США стажировался Непосредственно разницы в курсе доллара к другим валютам не чувствуется Потому что ты просто не замечаешь, у тебя сколько стоила еда в ресторане год назад Она примерно столько стоит и через год Инфляции нету, разницы никакой нету Ну и минимальная инфляция, да, конечно Да, весь отдых и все потребления ты можешь подрать внутри страны Россия страна не самодостаточна И рост курса, это, хочу сказать, крайне негативная тенденция, которая существует И крайне негативно она сказывается на экономику в сегодняшнем виде Почему? Импортозамещения в экономике уже как такового нету То есть нам нечем замещать зарубежные аналоги У нас нет своих компьютеров, у нас нет своих высокотехнологичных производств У нас нету своих собственных высококачественных строительных материалов То есть нам приходится все это либо закупать из импортных комплектующих Либо непосредственно напрямую закупать из-за рубежа Я вот поскольку представляю торгово-промышленную палату С одной стороны, с другой стороны аудиторскую консалтинговую группу Вижу довольно хорошо экономический срез по субъектам Хочу сказать следующее, что допустим на сегодняшний день на рынке Москвы что существует Арендная плата привязана к ставкам доллара чаще всего Все закупки, которые компании ведут из технологичного оборудования Направленную на рост экономики, на рост интенсификации На интенсификацию производства, распространения труда Закупаются за рубежом И тоже привязаны к доллару Привязаны к доллару, да, к европейским валютам У нас не только доллар растет, но и евро растет В целом мы валимся просто в такую некую дыру С одной стороны, мне кажется, что это делается сознательно, экономически Правительством, почему? Потому что предпосылок для таких изменений особо нет Нефть дорожает, на доллар подорожало вчера Михаил, подождите, мне показалось парадоксально, мы валимся в дыру, говорите вы И в то же время говорите, что это делается, так сказать, осознанно Получается, что наше руководство осознанно сваливает экономику Добросовестно сблуждают Олег, Олег, смотрите Ну, я, конечно же, согласен, да, с точки зрения Михаила Что касается вот внутреннего потребления Потому что подавляющее большинство, да, мы импортируем, естественно В номинале все, импорт становится дороже Но позитив-то есть какой-то, ведь даже вот господин президент сказал, что Ну да, ребята, вот для, так сказать, малого и среднего бизнеса Те, кто производят здесь, это, наверное, не очень хорошо Ну, у нас есть и другая статья Есть и другая сторона медали Естественно, что если ваша национальная валюта дешевеет То дешевее должны, по идее, становиться и товары, производимые внутри страны Внутри страны, да Это из внутренних комплектующих, из внутренних ресурсов И эти товары становятся автоматически более конкурентоспособными по сравнению с... Ну, вы согласны, Михаил, что у нас нет таких практически... Ну, хорошо, не то, что нет У нас крайне мало таких товаров, которые... Ну, нефть, газ Автомобили Волжского автомобильного завода Как бы не знаю, что еще Продукты питания Ну, давайте, нефть и газ все-таки это... Продукты питания Нефть и газ это мировые товары, которые абсолютно привязаны к мировому рынку Есть целый сектор национальной экономики, который работает внутри страны Это, во-первых, вот пищевая промышленность, это сельское хозяйство Есть масса товаров потребительского спроса, которые... Поэтому я с этой оценкой не согласен Да, импорт у нас достаточно большую долю занимает в потребительских расходах Но если мы выйдем за пределы Москвы, то, в общем, картинка будет иной И, в принципе, по статистике у нас импорт чуть больше 40% в потребительских расходах Поэтому здесь есть, конечно, эффект озабоченности этой, но он не столь уж... Он значим, но не столь уж и значим Если мы хотим действительно, чтобы у нас развивалось конкурентоспособное производство В том числе и по торгуемому товару Там, где есть у потребителя, каждый раз выбор между импортом и внутренним производством То обменный курс это очень чувствительная штука И опять же, если мы хотим развивать экспорт Экспорт не сырьевой, потому что наш экспорт сырьевой, он от курса особо не зависит Доходы экспортеров, да, но сам объем экспорта, вот сколько загнали в трубу, столько по этой трубе и течет Но стоит порадоваться тому, что доходы от экспортеров зависят Доходы экспортеров, безусловно Снижение курса рубля, они, конечно... Я застал время, когда раньше работал в Большой Четверке Когда мы работали с компанией Роснефть Как раз таки был 2008 год, кризис И вот после кризиса Роснефть делала крупные проекты по модернизации внутренних процессов И хочу сказать, что структура доходов и расходов крайне интересна Когда курс рубля обваливается Хотелось бы вспомнить Курс рубля обваливается До кризиса, да, 24-23 стоил один доллар А после кризиса мы видели уже совсем другую цифру Да, и нефть была до кризиса, соответственно, за сотню далеко До 140, да, 147 был максимум 147, да И рентабельность бизнеса в целом, огромная вот эта структура Она была одной, а после кризиса стала другой Но что интересно, что после кризиса она не то что упала Она даже чуть-чуть возросла Потому что нефтяные компании продают за доллары А в России закупают, фактически говоря, рабочую силу Закупают какие-то вспомогательные Всякие разнорасходные материалы за рубли Это фактически получается, что затратная часть А основная затратная часть, она все равно Несмотря на то, что даже капиталоемкие такие производства Это кадры, персонал Затратная часть серьезно снижается Но это хорошо, опять-таки, для экспортеров Для импортеров это плохо А поскольку Россия сегодня далека от инновационного лидерства И то, что сказала коллега, здесь, соответственно, 40% импорта существует В потребительской корзине Можно сказать, чуть больше 40, а можно сказать, чуть меньше 50 И чуть меньше 50, это уже как бы серьезно Фактически все, редко кто из среднего класса Того класса, на который надо опираться Скажем, не выезжают за рубеж Многие люди едут за рубеж, закупают там непосредственно потребительские товары Одежду, ездят, отдыхают туда И тратят там непосредственно конвертируемые в иностранную валюту рубли И чем они, от этих поездок они отказаться, вряд ли откажутся В пользу Сочи, вряд ли, я думаю, что выбор это произойдет в ближайшее время Судя по тому, как у нас инфраструктура развивается, туризм и так далее в стране Но получается, что они будут тратить, на самом деле, не больше на российские товары А как бы меньше, потому что не из чего выбирать, на самом деле Мы, к сожалению, когда приезжаешь в регионы Я часто по регионам езжу То, заходя в магазин, ты видишь там, что там продается, что? Лапти, предметы, соответственно, утвари, народное творчество и так далее То мы не видим там высокотехнологичных товаров Не, подожди, в каком магазине вы лапти-то увидели? В магазине, в магазине заходишь Заходишь, чем, допустим, славится регион? Я надеюсь, не в обувной магазине Магазин, допустим, в Новгород приезжаешь В Новгород, чем регион славится? Заходишь в магазин и смотришь, что там находится на полках То есть, в принципе, у тебя подавляющее, давящее ощущение такое, что весь город торгует вот какими-то такими вот непосредственно сувенирами или поизделиям Продукцией местной промышленности Местной промышленности, да А что только местная промышленность, да, вот типа вот там Это кустарное производство, да? Ну не кустарное, это очень качественные, интересные продукты, самобытные Культурную ценность, безусловно, несут Приезжая в Вологду, ты видишь там вологодские платки, шали Вот, но это не технологичное производство, поймите То есть мы не можем сейчас, на сегодняшний день, обваливая курс рубля, заваливать экономику на бок Потому что даже те небольшие предприниматели, особенно малый и средний бизнес, которые пытаются что-то делать Закупая какое-то технологичное производство и пытаясь перенести его в Россию Они как бы сейчас оказываются на грани экономической неэффективности Учитывая то, что налоговое время у нас на самом деле на рубль заработанной выручки Люди платят больше 50% налогов, то есть все думают, что у нас небольшое налоговое время Но если посмотрите, допустим, на рубль заработная плата Вы должны заплатить государству социальные налоги порядка 30% НДС 18% сверху, да, то есть фактически малый бизнес сейчас, когда его еще изымают из него доходы Рост там курса валют, он просто оказывается на грани как бы целесообразности Либо ему уходить в тень, либо ему непосредственно искать какие-то другие пути альтернативного дохода Ну очевидно, да, что малый бизнес проигрывает, я правильно понимаю, Олег? Совершенно не обязательно Знаете, вот я не спорю с тезисом Михаила, но есть немножко другой ракурс, которого тоже стоило бы посмотреть на эту проблему Потому что многие виды бизнеса сейчас просто нерентабельны, ровно потому что рентабельнее оказывается импорт И умеренная девальвация, я не призываю ни в коем случае к масштабной какой-то девальвации Повышает теоретическую рентабельность тех видов бизнеса, которые в стране сегодня не осуществляются, ровно потому что они неконкурентоспособны По сравнению с импортом И тут картинка не столь однозначна, она очень сложная и здесь я бы так вот однозначно не говорил Есть виды бизнеса, которые ориентированы не на импорт оборудования, а на внутреннее оборудование Кроме того, высокотехнологичное Сектор промышленности, я общался с разными представителями этого сектора Но они в чем в первую очередь заинтересованы, это в экспорте Потому что рынок, собственно, внутренней технологической продукции, он весьма-весьма ограничен Поэтому для того, чтобы хотя бы поддерживать страны, нужен маленький экспортный сектор А экспортный сектор этот может возникнуть, если внутреннее производство станет дешевле Поэтому, и опять же, как правильно сказал коллега, основная доля расходов, все-таки расходы на рабочую силу А эти расходы, по большей части, рублевые Это очень сложный, действительно, процесс Меня беспокоит другой, я немножко, может, опережая наш разговор Скажу, что самоустранение, к чему ведет свободное курсообразование Это, своего рода, самоустранение властей Тех, кто формирует, не только регуляторы, правительство тоже Из-за того, что происходит в этой сфере Это может быть правильным, но, мне кажется, немножко другой стадии развития То есть, Россия не готова, да? Мне представляется, что мы немножко до этой точки не дошли Мы рано переходим к свободному курсообразованию Можно вспомнить про Китай, можно вспомнить? Все-таки мы входим вместе в сообщество под названием БРИК Китай тоже развивающаяся экономика и жестко привязан курс юаник-доллар Он даже шевелиться там практически не может И, тем не менее, регулятор китайский, он как бы от своей позиции не отказывается Он делает преференцию своим национальным производителям Он имеет профицит торгового баланса и так далее и тому подобное Михаил Да, ну, здесь надо понять, что такое Китай Китай это страна, которую нельзя рассматривать просто с экономической точки зрения Это надо ее рассматривать непосредственно с социокультурной точки зрения Если посмотреть на Китай сегодняшнюю То это страна, которая способна за полтора-два года Отстроить на границе с Россией или не на границе с Россией Большой город с небоскребами Которые выше, чем Москва-Сити Современными поездами высокоскоростными В Москве, я вот сейчас, сколько помню, уже в зрелом возрасте Я все время наблюдаю стройку Москва-Сити, вечно строящиеся эти небоскребы В Китае как бы такого плана сооружения Там несколько построены уже Несколько построены, да Даже заселяются они уже Я вот экономически с разными секторами экономики часто сталкиваюсь С строительством сталкиваюсь Я помню, там занимались консалтингом в свое время Для компаний, которые строили эти небоскребы Они там банкротились, там и так далее Шалва-Чегиринские, русская земля Там вот все вот это было связано вместе Но Китай, он огромную осуществляет Помимо того, что они экономикой занимаются Они огромную инфраструктурную модернизацию внутри страны осуществляют Если вы посмотрите непосредственно на то, что делает Китай Он осуществляет целенаправленную Национальную, патриотическую политику Связанную с развитием собственной экономики Например, Китай, что делает одни из мер, да Помимо валютного регулирования Они, допустим, субсидируют кредитование на покупку зарубежной недвижимости То есть китаец может взять кредиты у китайского правительства по 2-3% Купить непосредственно себе недвижимость, скажем, в Австралии Сдавать ее в аренду и получать арендный доход Вы даже в зарубежных странах не найдете себе ипотеку по 2-3% То есть Китай занимается непосредственно целенаправленным выдавленным развитием непосредственной экономики Крайне принципиально отстаивая все свои национальные интересы Скажите, а как можно развивать собственную экономику, покупая австралийскую недвижимость? Мне тоже показалось, аналогик Кому вы упрощите? Да, объясню То есть фактически говоря, Китай создает инфраструктуру для потока денег внутрь страны Каким образом? Они экспортируют своих людей, допустим Люди как бы обучаются в западных ведущих вузах Получают современные степени Вот если посмотреть на процентаж, скажем, лекторов ведущих европейских бизнес-школов Мы видим, что там процентов 20-30 лекторов китайцы Вот, как бы люди там непосредственно... Ну уж нет Да очень много, очень много Извините, ну никак не 20% Инициатра смотреть, ну очень много Ну никак не 20% Ну а в общем, да Ну что это сейчас? Не меньше Я просто по-разному, в силу как бы специфики деятельности часто общаюсь с бизнес-школами Очень много китайцев, очень много китайцев Они развиты, они как бы занимают непосредственно ведущие позиции в научном мире, в современном Интегрируются в мировую экономику И те знания, которые они несут, и те капиталы, которые они несут, они даже начинают назад возвращаться постепенно в Китай Потому что человек, допустим, работает на Западе 3-4 года, уезжает в Китай, продолжает там трудиться И вот таких много примеров Поскольку работал в разных международных компаниях, я наблюдаю то, как китайцы примерно перемещаются по миру Они собирают лучшее, возвращаются и развиваются Если говорить про экономическую непосредственную ситуацию в Китае, то там рост годовой экономики 7% считается медленным Нам бы такой вот этот медленный экономический рост Курсы непосредственно юаня, они понижают, действительно создавая конкурентную производство Ну они что делают? Они не лапти производят Уже не понижают Они айпады производят непосредственно Они делают аналоги Вот, допустим, я очень простой приведу пример из сферы медицины Все мы непосредственно ходили к врачам Все помнят такую процедуру, как гастроскопия Крайне неприятно, когда вам делают обследование желудка, засовывая шланг Так вот, допустим, в России есть аналоги этой гастроскопии от аппарата Просто у нас клиенты есть, которые занимаются как раз этим оборудованием Есть аналог, допустим, пилюля, которую вы глотаете Она с видеокамеры непосредственно обследует вам весь желудок Кто такие пилюли в мире производит? Израиль, Южная Корея и, самое удивительное, Китай Китай берет все лучшее в мире Производит, копирует и экспортирует непосредственно высокотехнологичное производство Высокотехнологичную продукцию Опуская или не опуская курс юаня, их продукция на рынке, она крайне конкурентоспособна Потому что у них есть реальные факторы для этого У них есть дешевая рабочая сила, у них есть непосредственно избыток людей Даже незначительная инвестиция в собственную рабочую силу, в собственных людей Они их дают крайнюю высокую отдачу Мы это не имеем возможности Понятно, Михаил, спасибо огромное Ваша позиция понятна, Олег Я считаю, что это идеализация Китая, ну ладно, оставим это Ну много хороших слов, да, услышали вы сегодня от Михаила И тем не менее, можно ли, корректно ли сравнивать То, как управляет своим курсом национальной валюты, национальный банк Китая И то, что происходит у нас сейчас Сравнивать, ну мне кажется, все-таки некорректно Потому что китайская экономика, она при всей ее, безусловной, продвинутости в отдельных секторах Она по-прежнему значительная часть сельскохозяйственная По-прежнему значительная часть такая малопроизводительная Что вся китайская провинция нам и демонстрирует И это экономика, которая столкнет еще с массой проблем В том числе за счет вот того ускоренного развития инфраструктуры, которой никто не пользуется Потому что создавая инфраструктуру, государство всегда натыкается на риск о том Как не прогадать, как не построить офисы, в которых никто не будет снимать Как не построить дорогу, по которой никто не будет ездить Это риск всегда есть, и в Китае этот риск тоже немаловажный И сейчас экономики, я просто не буду, мы сегодня не о Китае разговариваем Да, конечно, попытались мы аналогию И то, что сегодня происходит в Китае, происходит как раз сегодня укрепление курса юаня Китай переориентирует свою экономику, безусловно, с экспортного развития На развитие внутреннего рынка И с моей точки зрения, это абсолютно правильная стратегия И это то, чего добивались от них многие другие страны Юань стал укрепляться по отношению к корзине мировых валют И это сразу же сказалось на глобальном балансе Мы, в отличие от Китая, все-таки страна маленькая в экономическом плане На карте мы выглядим как... Прилично Прилично, достаточно убедительно А вот в экономическом плане Россия маленькая открытая экономика И нам с этим жить хотим мы этого, не хотим У нас нет миллиарда людей, которые до сих пор на селе проживают У нас этого всего нету И поэтому нужно выстраивать иную экономическую стратегию Валютный курс лишь один элемент этой стратегии Если мы посмотрим на все... И валютным курсом нельзя отстроить экономику Валютный курс, к сожалению, это тот элемент, который является лишь поддерживающим, комплектующим Во всей этой экономической стратегии И вот, собственно, то главное, что здесь важно И мне кажется, что еще одна история История с утечкой капитала Рубль ослабляется в том числе и потому, что у нас огромный отток капитала Этот отток капитала, он демонстрирует одну простую вещь Есть разные мотивы, но базовый мотив такой, что люди не видят перспектив для инвестиций Это по разным причинам, по экономическим, по социокультурным, по политическим причинам Но, тем не менее, люди предпочитают вывозить деньги за рубеж Получать на них 0,1% годовых Нежели вкладываться вроде бы в потенциально прибыльные и высокотехнологичные виды деятельности Вот когда мы разберемся, почему это происходит Тогда у нас все будет нормально и с оттоком капитала, и с валютным курсом Золотые слова Золотые слова На самом деле, я абсолютно согласен с Олегом Потому что две интересные и крайне правильные непосредственно вещи Это вопрос стратегии Курс и колебания курса, это тактика Должна быть какая-то экономическая стратегия внятная у страны То есть ради чего это делается? Ради чего, да, ради чего делается То есть действительно понижением курса может добиться какого-то краткосрочного эффекта Можно добиться краткосрочного какого-то расшатывания экономики И может быть даже она начнет расти, да, на 0,1% или на 1% или на 2% Мы как бы сейчас по росту даже не можем конкурировать с разными странами Что как бы крайне дико, да, на самом деле Ну то есть мы растем на уровне развитых стран, да? Ниже, ниже Даже ниже, ниже Ниже, чем разные страны растем Мы ниже, чем США растем Представляете, огромная махина США, допустим, на 30,5% вырастает И российская относительно небольшая экономика там на 1-2% Потому что исчерпаны непосредственно инструменты роста Нету у государства сейчас четко выраженной явной стратегии Государство начинает колебаться С одной стороны идет определенное ужесточение экономическое С другой стороны идет экономическая либерализация Высказывание чиновников противоречивое зачастую Вот, и вектор, который заложен президентом непосредственно Безусловно правильный, да Он часто чиновниками не исполняется В силу того, что идея... Михаил, спасибо огромное, извините, я вас прерываю Мы сейчас послушаем рекламу пару минуточек Я напомню, уважаемые слушатели, мы говорим о том, что происходит сейчас с российской национальной валютой Две минуты прервемся и потом продолжим Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир Давайте быстренько я скажу Значит, тема сегодня касается ситуации на валютном рынке Рубль слабеет, хорошо или плохо И кому, собственно, хорошо и кому плохо В гостях Олег Буклемишев, доцент экономфак МГУ, кандидат экономических наук И Михаил Брюханов, заместитель председателя гильдии банков, страховщиков, управляющих инвестиционными рисками Московской торгово-промышленной палаты Партнер консалтинговой группы Информаудит-сервис Телефон в студии 6510-99, 6, код города 495 Сайт компании финам.фм Это для вас, уважаемые слушатели, чтобы вы могли связаться с нашей студией, задать свои вопросы Один из них у нас уже есть Давайте послушаем его Итак, Вадим, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите Здравствуйте Ну, здесь вот ваши гости мне сказали еще одну вещь По мнению некоторых специалистов Значит, падение курса рубля по отношению к доллару на 1 рубль Дает бюджету порядка 100 миллиардов дополнительных доходов То есть, иными словами, наше руководство За счет, по сути дела, благополучия граждан Пытается заштопать бюджетные дыры И это в условиях падения производства В условиях, по сути дела, разворачивающего кризиса Кроме как усиление тревожности среди населения Это ничего не вызовет Второй момент, на мой взгляд, достаточно интересный В течение многих лет нам усиленно говорили Что сбережения надо держать в рублях Рублю нужно берить Многие простые люди заявлением наших лидеров поверили И что же мы сейчас видим? Мы видим прямо противоположную картину И самое главное, еще один маленький момент Дело в том, что многие банкиры Вот, по крайней мере, мои знакомые в Самаре Они с большой тревогой смотрели на изменившиеся руководства Центробанка В глазах, так сказать, светился вопрос Что от них ожидать? Теперь совершенно очевидно Что ожидать от них можно только негативного Спасибо Спасибо, Вадим Спасибо, Вадим Ну что ж, значит, если позволить я еще раз, да Напомню, собственно, комментарии и вопросы, Вадима, касаются Ну, первого, вот этой Бюджета Бюджета, да, собственно На 1 рубль курс рубля подешевел Плюс 100 миллиардов бюджет Такая математика Допускаю, допускаю Потому что есть, допустим, экспортеры сырьевые Внутренние расходы сокращаются Прибыль выросла Налогов заплатили больше Вот, получили, соответственно, дополнительную Ну, кстати, я прошу прощения Мы вот до вопроса, Вадима, сейчас мы вернемся Мы заговорили о стратегии Мы говорили о показателях роста внутреннего продукта И, на самом деле, еще в прошлом году, да Уже был разговор Ну, не о девальвации, может быть Потому что слово страшное И, да, подразумевает, наверное, серьезные изменения курса Но неком ослаблении рубля Для того, чтобы Россию экономию поддержать Чтобы она показывала более позитивные результаты Вот, может быть, это, собственно Это мы и видим Мы поддерживаем экспортеров Которые и так сильные компании Зачем нам нужна поддержка В таких масштабах Там, Газпрому, Лукойлу Зачем, да Им надо Кабани и так высокоэффективны Высокомаржинальны У них бизнес высокодоходный Акционеры получают необходимую, как бы, доходность Вот Еще больше доходности им нужно Мы же хотим экономику развивать А если мы хотим ее развивать Тогда надо непосредственно создавать условия Для технологичных отраслей Для малого, среднего бизнеса И его вытягивать на уровень Тогда, как бы, экономический рост будет Я считаю, что Какой-то внятного сейчас стратегии Как бы, в правительстве отсутствует И видно Видна даже беспомощность некоторая С одной стороны, говорят, что Роста больше нету С другой стороны, говорят о том, что Как бы, вроде бы мы Как бы, все правильно делали Мы просто черпали возможности для роста Нету масштабных Инфраструктурных, как бы, инвестиций Которые бы могли бы экономику куда-то сдвинуть Нету Разворота государства лицом к бизнесу Все равно Существует довольно большая бюрократия Довольно большая Предвзятость в разных вопросах Поэтому, собственно говоря Я не вижу, как бы, перспектив И не вижу ничего положительного в том, что рубль снижается Вижу только здесь негативные факторы Понятно, Олег Политика это все-таки искусством возможно Я в чем согласен с Вадимом, по-моему Вадим, да Вадим, да Это в том, что Призывы Чиновников к Тому или инвестиционному решению Должны делаться очень и очень аккуратно Это тот самый Это мы сейчас говорим о сохранении, да Да, вот в этой части я с ним совершенно согласен Что если человек и делает такое заявление Находясь при той или иной должности Он должен всячески оговариваться Дисклеймер, как говорят юристы Называть еще 10 оговорок, чтобы это было Это рекомендация Храните сбережения Я храню сбережения там-то, там-то Но вы понимаете, что это ваши риски Это ваши риски И здесь я с Вадимом полностью согласен В части же Того, что Возможно Делать с курсом рубля Вот я уже, мне кажется, описал эту ситуацию Огромный отток капитала Снижение конкурентоспособности Отечественного производства Потому что рубль укрепился за последние годы На 60% За 10 лет, я считал Рубль укрепился По отношению к корзине валют На 60% То есть, серьезное укрепление рубля Имело место Что мы получили? Мы получили экономическую стагнацию Не только из-за этого Но, возможно, в какой-то доле Из-за этого тоже Вторая штука Это то, что происходит у нас С внешнеторговым балансом В третьем квартале Экономические эксперты оказались в шоке Потому что экспортирующая нефть, газ И другие ресурсы В огромных объемах страна Неожиданно выяснилось, что у этой страны Сальдо текущего счета Платежного баланса То есть, грубо говоря Торговля плюс услуги Плюс текущее перечисление Осталось в плюсе На самую малость На 1 миллиард долларов В четвертом квартале Ситуация чуть-чуть улучшилась Но, тем не менее Мы, господа дорогие Вываливаемся в минус То есть, Россия начинает Больше забирать С внешнего рынка Чем поставляет на внешний рынок А это Прямая дорога к тому Что Россия опять начнет Активно заимствовать за рубежом И привлекать капиталы в страну Именно таким вот способом Это абсолютно не та картинка При которой рубль будет укрепляться Олег, а стоит здесь вспомнить Наши пресловутые Резервные фонды Фонды национальной безопасности Там уже денег С резервными фондами Это отдельная передача Должна быть этому посвящена Можем часами об этом разговаривать Но факт остается фактом Удерживать в нынешней ситуации Курс рубля на том уровне На котором он был Это, помимо всего прочего И затратная история То есть, вот те деньги Которые Центральный банк В прошлом году подратил Конечно, на фоне Общего объема резервов Порядка 500 миллиардов Кстати, часть не Центробанковская Часть бюджетная Это на фоне В общем-то выглядит Не очень страшно Но продолжать упорствовать И удерживать тот курс Который не соответствует Экономическим реалиям Был бы еще большей ошибкой Поэтому я полагаю Что в принципе Движение курса правильно Оно такое и должно быть Должно ли оно быть Абсолютно свободное Тут я уже не уверен Михаил, вернемся Собственно, еще раз К вопросу Вадима Храните деньги в рублях Как раньше звучало Сберевательной кассе Насколько это оправданно Действительно Мы уж не будем говорить Сейчас о персоналиях Кто там что заявлял Но вот в нынешней ситуации Понятно, что Сбережения, которые Хранятся в рублях Сейчас в банках Или в наличном Может быть Каком-то формате Они просто обесцениваются Ну, здесь вопрос Именно в чем Вопрос в том Что есть там Классическая непосредственно Теория сбережения Да, допустим Если как бы Ей следует То есть определенные Как бы необходимые буферы Да, которые у людей Должны быть Допустим, чтобы человек Мог себя спокойно Чувствовать уверенно На работе У него там Сбережения должны быть В рамках там Трехмесячного дохода Да, там в целом Находиться Если смотреть в целом На российских людей Как бы Смотрите, что у нас Находится в виде сбережений То редко У среднего класса Либо У нижней части Социального сектора Которого существует Которого надо вытягивать В средний класс И существуют Значительные сбережения То есть фактически говоря Люди хранят На депозитах Да, какие-то денежные средства Что называется На черный день Хранят их в рублях Отлично Если как бы Они их конвертируют В доллары Как бы Они теряют Непосредственно На разницу курса покупки Доллара Извини, Михаил Как бы Практика Именно этот слой Населения Страдает Страдает Он подвержен Восприимчив Да, совершенно верно Подвержен восприимчив Да, сейчас Многие кинут За последние несколько дней Совершенно верно Я уже массу вопросов Слышу Олег, что делать Что делать Да Будем сколько там 36, 38, 45 Что делать Сейчас Побегут покупать доллары А ничего хорошего не происходит Кто допустим Наживается на Скупле Купле долларов То есть экономическая Магаэкономическая ситуация От этого Опять-таки Не сильно изменится Но от покупки долларов Там выиграют опять-таки Банки Поскольку они комиссию возьмут Да, за продажу валют Ведь всегда курс покупки Курс продажи разнится Вот Поэтому здесь Нужна опять-таки Какая-то от государств Стратегия Потому что была Допустим Привена стратегия При кутрине Да, когда он говорит Что рубль Твердая валюта Мы будем ее поддерживать Ну Частично оправданная была Стратегия Потому что Если вам нужно Закупать Технологичные товары Государство Может подставить плечо И поддержать курсы На какой-то величине Чтобы люди могли это закупать А ток инвестиций Которым Олег много говорит С моей точки зрения Как бы Мое глубокое внутреннее убеждение Это инвестиция Которые принадлежат Российским как бы Собственникам То есть Собственники не доверяют Инфраструктуре Российского государства Они не доверяют судам Не доверяют Защите прав собственности Не доверяют Тем институтам Которые сложились в государстве Они эти деньги Выводят за рубеж Где они лежат Под минимальные проценты И мы как бы видим Что в случае каких-то Кризисов Когда вот допустим Кипрский кризис был Не так давно Всех на глазах Все как бы Олигархические Околоолигархические Структуры Бегут на Кипр Вытаскивают Тут свои деньги То есть в принципе Говоря мы Вот таким образом На самом деле Выгоняем капитал Из страны Вот имеем Некую дезориентацию Экономическую Поскольку у нас нету Такой какой-то Длагосрочной стратегии Нету явного плана развития То есть никто На сегодняшний день Как я понимаю Не понимает четко Как страну раскачать С тем чтобы она вышла Из текущей ситуации А выход Он как бы Собственно один Это инвестировать Необходимо В инфраструктуру И в человеческий капитал По-другому Не спастись Понятно Ну и возвращаясь Все-таки да К нашим слушателям Какие-то активные действия Сейчас надо предпринимать Олег Или что же Активные действия Надо предпринимать всегда Надо смотреть Независимо Слушиваете вы радио Или нет Нужно смотреть За тем что происходит Вокруг вас Ориентироваться на происходящее Пытаться соображать Слушать других Но Это в части Мыслей в первую очередь В части размышлений А активы Вот суеты Паники Быть ни в коем случае Не должно Все идет к тому Что рубль будет И дальше обесцениваться Но не думаю Что это приобретет Какие-то уж совсем Катастрофические масштабы Рубль приводится В соответствии С рыночными реалиями Это правда Если у нас экономика Начнет в ближайшее время Развиваться лучше И случится что-то Из того о чем Говорит Михаил Вот закупки Инвестиционного оборудования За границей Пока закупается Такое высокоинтеллектуальное Производство Продукции Как ламборджини Например Их закупают В активном Поиске А вот По части другого Высокотехнологического Оборудования Я что-то Особо не слышу Сомневаюсь Что откажутся Будут так же закупать Как и закупали Ну и Михаил Осталось немножко времени Ваши рекомендации Сейчас непосредственно Уже слушателям Что нужно делать Несмотря на Какие-то Внешние факты Думаю Что Моя личная оценка То есть Если сейчас Поменять непосредственно Рубли на доллары И там скажем Продать их Через полтора-два месяца То наверное Можно выиграть на этом Это такая Спекулятивная рекомендация Я думаю Что копеечная Я думаю Что копеечная Выгода копеечная Но если смотреть Непосредственно Касательно того Что делать Если у вас Нет какого-то Явного намерения Куда эти деньги потратить Но они лежат на депозите Доходность все равно По рублям депозита Намного выше Чем по долларам Наверное Имеет смысл Ничего с этим не делать То есть в принципе Наверное Я думаю Что поводов для паники нету Резкого обвала рубля Не происходит Может ситуация наладится Может быть Хотя я в этом сомневаюсь И вдруг все пойдет вспять Вы оптимист Спасибо Итак друзья мои Спасибо огромное Моим гостям Олег Буклиемишев Михаил Блюханов Сегодня в студии Сухого остатка Спасибо еще раз вам За внимание Всего хорошего Успехов До свидания